Всем привет! С вами ученик 7-7, также иногда я себя именую дядя Саша. И вначале короткая ремарка. Да, не обращайте внимания на картинку. В этом видео действительно пойдет речь о фильме «Чужой завет». Большая часть этого видео будет посвящена этому фильму. Просто я взял за основу эту картинку. Вы, конечно, скажете, я мог бы заснять свою физиономию и ее взять за основу, чтобы моя физиономия с вами разговаривала. Ну, мне так сказать не то, что я стесняюсь, несколько стремно. Я и так немножко путаюсь. Для меня все это ново, несмотря на то, что я уже заснял много роликов по одной из игр. В общем, пока я воздержусь от того, чтобы предоставлять вам мою физиономию, ограничимся голосом. Ну, а картинка, просто картинка. Взял ту, с которой в данный момент в основном работаю. В видео не будет никакой аннотации относительно игры, не будет упоминаться моя группа ВКонтакте по поводу этой игры. То есть никакого, так сказать, обмана и ввода в заблуждение. Просто картинка. Не обращайте на нее внимания. Вот. Теперь небольшое отступление для моих подписчиков. Ну, в принципе, я уже все сказал. Подписчиков у меня немного, 27 человек с утра было. По игре здесь ничего не будет. Просто картинка и все. Я буду говорить. Возникла необходимость поговорить. И видео вообще-то будет выложено не в разделе игры. И, естественно, оно не будет выложено там, где в основном выкладывается. Единственное обращение к моим подписчикам из группы. Я его выложу в группе. Хотя оно не имеет никакого отношения к игре. Но нужно хоть с кем-то поделиться. Посмотрите, если у вас будет желание. Напишите свои отзывы. Вот. Пишу вечером. Устал. На самом деле мысли о записи этого видео, они мне долбили. Сегодня целый день. Мою бошку несчастную. Я уже этот монолог проговорил миллион раз внутри. Сказать с самого начала. Хотел, на самом деле, очень о многом. Но к вечеру все так опостылило. Скажу о самом главном. Хотел сказать об отношении подписчиков ко мне. То есть не подписчиков. Каких нафиг подписчиков. В общем, о том, как обо мне отзываются в группе. Что там пишут по поводу моего видео. Но это уже не актуально и никому не интересно. Хотел рассказать о прекрасных господах, которых вчера имел. Несчастье лицезреть. Увидел так называемый батл. Точнее его часть. Мистера Гнойного. Его я, к счастью, запомнил. А второй. Что-то связанное с Оксюмароном. Как-то обыгранного его ники, прозвище, псевдониме. Оксюмарон. Почему запомнил Оксюмарон? Ну, потому что я некогда изучал современный русский язык. А теперь это уже изучают в школе. Оксюмарон это троп. Я просто еще подумал. Обозвал бы себя метонимей, синегдохой. Или плеоназмом. Все это тропы. Вы уж меня не закидывайте с ссаными тряпками, если я ошибся с его наименованием. Ну, что-то там у него связано с Оксюмароном. Ну, говорить сдержанно об этих ребятах я сейчас не смогу. Вот. А и в своих роликах я неоднократно призывал людей к интеллигентному общению. Плюс я еще работаю, но сейчас уже почти не работаю. На одном ресурсе модератором. Там я и в личной почте переписки, и на страницах форума миллион раз писал людям, что есть масса способов выразить свой негатив очень интеллигентно, не употребляя бранные и оскорбительные слова. У меня сейчас не получится об этих ребятах сказать спокойно. Поэтому мы их просто опустим, хотя к ним мы еще вернемся, когда будем говорить о так называемом незатейливом зрелище. С чего все началось? Началось с того, что проснулся с утра в ужасном состоянии, в отвратительном настроении. Но это вам неинтересно. Единственное, что обратил внимание, что в юности и детстве не бывает понятия, как отвратительное настроение. Это, к сожалению, дел взрослых. Но не важно. Началось все, естественно, еще вчера с фильма «Чужой завет». Итак, приступаем к завету. Началось с чего? Этот фильм появился в хорошем качестве. Я его скачал и смотрел, по-моему, уже в третий раз. Сам-то фильм, собственно говоря, что фильм? Меня убили отзывы о нем. Почитал на одном ресурсе. Да хотя на всех ресурсах они одинаковые. Где люди пишут, что Ридли, как это сказать, мягко выражаясь. В общем, Ридли засранец. Загубил всю сагу, похоронил. Снял только, чтобы срубить бабла. В общем, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что, дескать, члены экипажа показаны полными придурками. Вышли без скафандров. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Тетка взяла дробовик, стала стрелять в катере. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, всех беспокоят вот эти вот, так сказать, несостыковки. Что, дескать, что это за идиотизм? Ну, что я вам хочу сказать, ребят? Вот представьте, вам выстроили, ну, скажем, Эрмитаж, назовем это условно. Все же знают, что такое Эрмитаж. Окружили его прекрасным забором. А какие-то негодяи нарисовали на заборе белой краской фалос. И вот вы все собрались, стоите, смотрите на этот рисунок и говорите, ой, какой ужас, как нехорошо, ай-яй-яй. И не видите прекрасного здания сзади, во дворе или где-то. Не видите всех прекрасных произведений искусств, которые там находятся, великих мастеров. Вас занимает это незатейливое, незатейливый рисунок. Так же и в этом фильме. Вы, как... То есть вы, это же не вы, кто меня слушает, а вот те люди, которые пишут. Хотя, может, и вы это пишете. Ну, типа, как вот мартышки, вам кинули три банана. Вы пока с ними занимаетесь, а у вас всю пальмовую рощу нафиг вырубили. Хотя в фильме, конечно, сравнение нехорошее, в фильме ничего такого нет. В общем, сейчас я вам расскажу, как я понимаю этот фильм. Потом можете ссылаться на меня, писать в комментариях, что вот, дескать, глупенький ученик думает так. Ну, неважно. С чего начинается завет? С сцены, так называемой, Чаепития. Мы видим Петера Питера Вейланд и Дэвида, который потом будет фигурировать в Прометее. Дэвид из себя представляет совершенное существо. Прекрасно разбирается в живописи, в музыке. Он играет на инструменте. Он совершенен. У них диалог, в ходе которого выясняется, что значит Дэвид это творение, а Питер это творец. Потом Дэвид спрашивает у Питера, мол, а кто твой творец? И тут вот Питер говорит, что... Говорит, что, мол, творца своего я не знаю, но очень хочу узнать, кто же он, откуда же я, собственно говоря, появился. А что мы видели в Прометее? Поскольку завет это безусловное продолжение Прометея, люди полетели искать своих создателей, богов. И что они нашли на неизвестной планете? Нашли... Значит, мертвую божку, которая мертва примерно две тысячи лет. Вот. А на земле примерно две тысячи лет назад что произошло? Произошло рождение Христа. Ой, только не подумайте, что я человек верующий или типа того. Нет, нет. Я не привержен к никакой теократической теории, и никакой не сектант. И вообще, моя вера в Бога, она весьма сложна, и я в Него не могу сказать, что верю. У меня нет на это достаточных оснований. И также не могу сказать, что я в Него не верю. Я, наверное, агностик это называется. Но, тем не менее, неважно, верит человек в Бога или не верит, он спокойно может о нем рассуждать на доступном ему уровне. Вот. Значит, там мертвая башка, мертва примерно две тысячи лет назад, на земле в это время, значит, Иисус Христос. Вот. И потом люди в Прометее. Ну, тут нельзя завет рассматривать без Прометее. В Прометее они узнают, что эти инженеры, Жакели, как их там обозвать, собирались лететь на землю с грузом этого прекрасного патогена. Ну, вероятно, ничего хорошего на земле они делать не собирались. Ну, а что мы знаем из Библии, что Иисус есть Спаситель. Он спас людей, дал им второй шанс. Так, все, опустим это. Теперь, значит, Питер и Дэвид. Дэвид творение, Питер творец. Люди тоже творение, Бог творец. Вот. Что потом у нас сделал Дэвид, мы знаем. Он сделал все совершенно обратное. Если Иисус спас людей, то Дэвид убил людей. Как минимум, город убил, а может быть и всю планету. В Завете это не очень явно сказано. То есть, Дэвид, по сути, у нас некий антихрист. Дьявол, если хотите. Вот. То есть, творец создал идеальное творение, а идеальное творение стало дьяволом. Вот. Инженеры хотели убить людей. Ну, предположительно. А почему они хотели убить? Фикова знает. Но может потому, что люди тоже, будучи идеальными творениями, созданными по образу и подобию Бога-то. А что они делают? Они и последние две тысячи лет ничего хорошего не делают. И до этого. Что они делали? Они только и делали, что убивали друг друга. По любому поводу. Раньше поводом могло стать, что там какой-нибудь чувак из племени Юмба-Мумба схватил за задницу девку из племени Мумба-Юмба. И из-за этого можно было организовать войну. В дальнейшем поводы стали более сложные. Но тем не менее. Они были. Ну, что далеко ходить? Великая Отечественная война, концлагеря. Страшнее вообще вещи. И это не какая-то выдуманная вещь. Это то, что было на самом деле. Я смотрел документальный фильм о Нюрнбергском процессе. И там давала показания француженка. Если кто не знает, Нюрнбергский процесс, это процесс, на котором судили нацистских преступников. Ну, тех, которые остались живых по завершению Великой Отечественной войны. Большая часть из них покончилась с собой. А тех судили. И там была тетя француженка, которая, так сказать, жила в Освенциме. И она давала показания. Я сейчас не буду рассказывать, что она говорила. Если хотите, найдете, посмотрите. Но она говорила ужасные вещи. Это делали люди. Не какие-то там придуманные, а настоящие люди. Не один человек, не сто, а тысячи. Сотни тысяч людей это делали с миллионами других людей. Вот какие вопросы ставит Ридли в этом фильме. Человек и Бог. Творец и творение. Что творение, выйдя, скажем так, из-под руки творца, оно уже самостоятельно. И оно ведет себя не лучшим образом иногда. К сожалению. Эту тему Ридли затрагивал очень давно. Есть фильм «Как вам не сбрехать?» У меня здесь нет интернета. По-моему, «Бегущий по лезвию Бритву» называется. Возможно, там нет слова «Бритву». Ну, не важно. Там тема тоже синтетических людей затрагивается. Он был снят очень давно. Не сбрешу до «Чужого первого» или после. «Чужой» был снят в 79-м году. В 79-м году в «Чужом первом» он, естественно, этих вопросов не поднимал. Это просто был новый фильм такого жанра. Человек в условиях смертельной опасности, где-то далеко отрезанный от всех. Это, может, был не самый первый фильм. Самый первый фильм, может быть, был нечто. Или они там были параллельно. Ну, не важно. Вопрос поднятый в «Чужом завете» простой. Человек и Бог, творение и творец. Вот и все. Ридли рассуждает над этими темами. Дэвид стал дьяволом. Он сам решил стать Богом. Он единица самостоятельная. И он принял такое решение. Возможно, это несколько отсылает к такой параллели искусственного интеллекта, как типа «Скайнет». «Скайнет» тоже решил, что люди, они не нужны, и их надо убить. Может быть, Дэвид тоже решил убить людей. И ни при чем здесь люди в масках, без масок. Стреляли они из дробовика в катере космическом. Не стреляли. Это все не важно. Вопросы ставятся в фильме круче и глубже. Вот, что я вам хотел сказать. На самом деле, когда я все это сегодня сотню раз проговаривал, у меня все это получалось гораздо сложнее. А когда это говоришь уже вслух, получается несколько косноязычно и не связано. Ну, как смог, так и объяснил. О чем-то я еще вам хотел сказать. Да, в принципе, уже больше не важно. О чем я вам еще хотел сказать. Хотя я вспомнил, о чем я вам еще хотел сказать. В фильме поднят простой вопрос. Что человек хочет знать, откуда он взялся. Зачем он взялся. Тот самый знаменитый, пресловутый смысл жизни. Нафига я вообще здесь? Ну, вы же задаете себе этот вопрос хотя бы иногда? Задаете. Ну, если бы фильм был посвящен сугубо этому беспремеси и всего остального, он бы был скушен. Получился бы страшный арт-хаус, который не стал бы никто смотреть. А так Ридли все это завернул в чужих. В знаменитую сагу. Начато и мы продолжим и многими хорошими, не очень хорошими режиссерами. Получилось, что получилось. Возможно, я неправильно все истолковал. Просто посмотрев первый раз в Камрипе, ну, я не имел возможности посмотреть в кинотеатре, хотя у меня в городе есть кинотеатр, но я живу в маленьком городишке. Сюда не берут такие фильмы. А съездить в область, так сказать, в губернию не было времени. А поскольку чужих я люблю с детства, фильм «Чужой» я посмотрел, наверное, в 1991-1992 году. Мне тогда было лет 14. Да не, не в 1992-1991. И полюбил очень эту тематику. Сначала, конечно, с подростковой точки зрения. А чужие все вот это. Ну, а теперь Ридли все это повернул в совсем другую сторону. И мне на самом деле нравится. Кому-то, может быть, не нравится. Тут, как говорится, дело вкуса. Но не надо все мешать в одну кучу. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот. Что еще вам сказать? Если кого-то это заинтересовало, тема. Кто-то не согласен. Наверняка не согласны все. А вообще сомневаюсь, что до этого момента в моем видео ты смотрел хоть кто-то. Я думаю, это вообще никто не смотрит. Скорее всего. Ну, может, один-два человека. Вот. Вообще, хотелось бы, конечно, ваших откликов. Пишите, что думаете по этому поводу. Будем дальше развивать тематику. Может быть, хотите узнать мои отзывы относительно других фильмов. Я их с удовольствием посмотрю и расскажу вам, что я думаю. Хотя таких специалистов пруд-пруди в Ютьюбе. И получше меня, и поскладнее, и повеселее, и с рисуночками, и со вставочками, и с музычкой. Есть среди них, безусловно, толковые ребята. Я смотрел. Не буду называть кого. Зачем рекламировать? У них и так все хорошо. Есть, конечно, и бестолковые, не без этого. Такие вот, как я. Умельцы. Народные. Так, ладно, ребятушки мои. Если понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте не лайк. Пишите комментарии. Вот. Ну, а любителям игр, не отчаивайтесь. Сейчас будет видео по поводу игры. Я его обязательно запишу. А как же? Вы же ждете. Так, ну все, пока. Прощаюсь с вами, ребятушки. С вами был ученик Севси. 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 Оставлю свою ссылку на профиль ВКонтакте. Ну, может, кому-то будет интересно. Вот. Все. Удачи вам в игре и жизни. Как я обычно говорю в своих видео, остерегайтесь волков. Их полно и в играх, и в жизнях. Все. Адьос, амигос.